Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь магазин Тульской гармонии от Павла Уханова. В этом видеообзоре я хочу вам показать вот такой очень интересный инструмент, который делался на заказ для гармониста Сергея из Канады. Вот сегодня буду встречаться с его другом, передаю из рук в руки сначала его товарищу, а товарищ передаст уже в Канаде Сергею вот эту гармочку. Это, конечно, гораздо быстрее, чем доставлять через почту или через какую-нибудь транспортную компанию типа DHL. Но если друзей нет, отправляю за рубеж в любую страну. Без проблем доходит, ну, единственное, надо подождать. Итак, гармошечка заказная четырехголосная, тональность Re-major, два регистра, итальянские кнопки. Вы видите, тут нотки до выделены черным цветом, левые итальянские увеличенные кнопочки, корпус с двадцатым радиусом, мельхеровые уголочки, итальянская бодка меха, голосорочные наклепки, настройка мастером закатных инструментов. Ну, полноценный заказной люксовый инструмент. Лучше? Ну, что может быть лучше? Ну, только если цельную планку поставить. Но с кусочками это удобнее, тем более, если вы за рубежом. Цельную планку, если подстроить голос за рубежом, сложно будет найти мастер. А с кусочком без проблем. У этого инструмента есть еще две особенности, которые отличают гармошечку от других аналогичных инструментов, которые вы видели у меня уже на канале. Первое – это художественная роспись. По стандарту в базовой комплектации гармоники заказной идет инкрустация. Но не всем она нравится, и заказчик конкретного инструмента захотел, чтобы была такая вот художественная роспись с рябинкой. Ему очень понравилась. Она в образце, который я ему присылал. Вы тоже, если захотите заказать гармошку, можете попросить, чтобы мы вам прислали образцы инкрустации и художественных росписей. И также он попросил сделать ромбик. Но более интересно это звучание, потому что здесь есть два регистра. Тональность ре-мажор, соотношение голосов баритон, два тенора и эпиколка. И вот эти самые два тенора, один настроен в минус, другой в плюс. Так называемый французский розлив, аккордионированный. Конечно, полноценным аккордионом гармонь стать не может, потому что у аккордиона немножечко другие голоса по форме. Но звучание очень и очень приближено. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Сыграю вальс «Под небом Парижа» и еще какие-нибудь там французские мюзетные стили. И вы ощутите, что такое французский розлив на тульской гармошке. «Под небом Парижа» и еще какие-нибудь там французские мюзетные стили. Вы заметили, регистр я переключал бородой. Вот эти регистры, они называются по-другому, подбородочные переключатели. И это очень удобно. Единственное, ремешки надо было мне немножечко укоротить, чтобы проще было переключать. Почему мы делаем именно подбородочные переключатели? Почему мы не делаем регистры сюда? Дело в том, что когда первый раз мы эту модель стали выпускать с двумя регистрами, мы действительно ставили их здесь, как на многотембровой гармонике. Но здесь корпус правый не такой, как у многотембровой. И регистры мешаются при игре. Поэтому передвинули их сюда, и бородой можно переключать, не отрываясь от игры. Это часто очень важно. Французская мелодия была, но как же будет инструмент звучать, если сыграть русскую мелодию? Вот если играть иностранные какие-то мелодии, их рекомендую играть именно вот на втором регистре. А если что-то русское, то на этом регистре, когда играют все четыре голоса, с подключаемым баритоновым резонатором. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, у этого инструмента есть еще сурдина. Это специальная система, которая заглушает или делает бас более ярким. Когда играем мы на четырехголосном регистре, тогда, разумеется, сурдину можно отключать. Но когда мы играем какую-то нежную мелодию, и на трехголосном регистре лучше включить, там заглушечки все закроют, и бас станет не только тише, но и тембр его изменится, станет более мягким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч! У нас появился инстаграм! Вы там можете зайти и смотреть нас! И также можете там же приобрести гармошку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok